Сначала нужно зачерпнуть воду из тазика, потом перелить в ведро. Для трехлетней Маши это не просто развлечение. Так она помогает своему папе. Уже месяц, с тех пор, как в комнате потекло с потолка. Потому что водичка дожди, это неприятно было. Мама Уля с папой Юрой дождю в квартире тоже не обрадовались. И сразу обратились в управляющую компанию. Специалисты провели обследование и пришли к выводу. Причина протечек – разгерметизация слухового окна в кровле. Но на этом коммунальщики умыли руки. У начальника такой стиль работы. Да, ну все, идите в первый кабинет, там разберутся. Приходишь в первый кабинет, на тебя глаза вот такие. А что случилось? Так я аж 10 минут назад у вас был разговор. А, да? Ну ладно. Сейчас мы посмотрим, что тут заявочка. Звонишь в управляющую компанию, там вообще не в курсе, что какая-то заявка была. По словам жильцов, они даже согласились на ремонт кровли за свой счет. Хотя денег с них брать не должны. Но ЖУ все равно не помогло. Сотрудники управляющей компании сказали – проводите собрание. А как его нужно провести и где зафиксировать, объяснять не стали. Дело дошло до того, что Юрий решил сам собственными силами решить проблемы с кровлей. Он пришел в управляющую компанию и попросил ключи. Однако там ему сказали – это опасно – выходить на чердак в одиночку. Но он настоял, и спустя пару дней ему все-таки разрешили заделать прорехи в кровле самостоятельно, но в присутствии работников ЖЭКа. Выходит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тогда зачем вообще нужна управляющая компания? Прояснить ситуацию мы решили непосредственно в ЗАО «Металлог-3». Текущие ремонты за счет собственников не проводятся, неправда. Вот они уверяют по-другому, что там требуется текущий ремонт, и вы все равно деньги с них хотите собрать. Нет, это неправда. Как вы считаете, как так получилось такое недопонимание между представителями управляющей компании и между жильцами дома? У нас старый район, в основном пожилые жильцы. Они привыкли со всеми проблемами в домоуправление, и домоуправление обязаны все работы выполнить бесплатно. Ну, конкретно те люди, с которыми мы сегодня общались, к пожилым их отнести достаточно сложно. Почему жильцы 45-го дома и представители ЖУ «Месяц» не могли найти общий язык, так и осталось загадкой. Что касается ремонта кровли, в управляющей компании пообещали решить вопрос в октябре. Раньше никак, якобы других дел достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!